В первую очередь, всем добрый день. Я искренне рад присутствовать на этом событии. Я родился и вырос в России и очень давно хотел посетить это мероприятие, но у меня никогда этого не получалось. У нас в Формуле-1 в это время года обычно идет очень активный сезон. Да, в прошлом году папа ваш принимал участие как раз в нашей спортивной сессии. Это хорошо, да. Я слышал, что были интересные комментарии по некоторым вопросам. Но если говорить про мою ситуацию с Формулой-1, то прошлый год, правда, был непростой. Я в 5 лет начал заниматься автогонками и 18 лет потратил на то, чтобы туда попасть. Но Формула-1 это очень конкурентный вид спорта, где всего лишь 20 мест для гонщиков и компетенция на одно место, она сумасшедшая. Большинство мест, связанные с долгосрочными контрактами, и получить возможность попасть в чемпионат, тебе очень редко выходит, помимо того, что есть регуляторные законы, что ты должен получить суперлицензию. И она тоже не у всех есть, ты должен быть прям топовым спортсменом. Мне выдалась возможность подписать контракт с командной ХАЗ. Они пошли по неправильному маршруту в 2019 году и потратили очень большое количество денег на разработку машины, которая в теории должна была быть лучше, но привезли на трассу, и оказалось, что это не так. И мы были вынуждены сократить финансирование до минимума в прошлом году для того, чтобы сложить бюджет 2022 года и 2021, и постараться сделать рывок вперед, построить машину, потому что Форма-1 это самый дорогой вид спорта. Весь прошлый год мы с моим напарником занимали, я могу сказать честно, плохие позиции, потому что у нас машина на круге отставала где-то от двух до трех секунд. Для Формулы катастрофы. Для Формулы это катастрофа, потому что разница между первым и десятым местом это где-то пять десяток. Но мы жили завтрашним днем, мы верили, что завтра мы сможем, вот эти усилия, которые мы приложили, а когда я говорю завтра, я говорю про 2022 год, мы сможем их реализовать. Но, к сожалению, я отработал первые тесты перед началом сезона в Барселоне. Это было 23-24-25 февраля, и после этого я уехал домой. У меня было 10 дней для того, чтобы подготовиться к гонке в Бахрейне. И я, как сейчас помню, в 11.45 утра 5 марта мне главный в команде прислал юридическое письмо на почту о том, что со мной контракт расторгнут. С тех пор со мной ни один человек из моей гоночной команды не связался. Люди, с которыми мы провели много времени на работе, но также путешествиями по миру. У нас было 23 гонки в году в 23 странах. Мы, как нормальные люди, где-то ели, завтракали вместе, обсуждали темы, которые не связаны с работой, делились какими-то искренними вещами. И день получился тяжелым. Я был достаточно опустошен, потому что это для меня произошло неожиданно. И я понимаю, что я с каждым днем не молодею. Спорт – это все-таки напрямую связанная вещь с возрастом. Мне нужно было понять, чем заниматься завтра, что делать. Как Никита правильно сказал, что мы привыкли тренироваться, мы привыкли жить в определенном режиме, в такой спортивной семье, которая не дает тебе возможности думать о чем-то неправильном. Тебя постоянно направляют, у тебя есть наставник, есть ответственность. И тогда у меня родилась идея запустить свой благотворительный фонд. Который представили в Москве не так давно. Мы сегодня его как раз таки анонсировали. Сегодня первый день, когда он начал официально функционировать. Фонд называется «Мы выступаем как один» или «We compete as one» по-английски. И вот у нас сегодня как раз таки тоже начал работать сайт – wcao.fund, где, я надеюсь, спортсмены будут с нами сотрудничать, работать, заполнять анкеты. И дальше те спортсмены, которые подходят под наш функционал, а именно под четыре способа помощи – именно юридическая, психологическая, образовательная и помощь в смене своего рода деятельности – мы будем подставлять куратора под каждого спортсмена и уже доводить этот проект из точки А в финишную форму. А финансирование? Финансирование, с начала финансирования проекта, оно мое личное. Я этот проект финансирую полностью сам. Но я очень надеюсь, что по мере роста и продуктивной работы фонда мы сможем заключать партнерские соглашения не только для того, чтобы предоставлять, возможно, рабочие места в больших российских компаниях для спортсменов, которые чувствуют, что им нужно попробовать какой-то другой вызов в своей жизни, но также и финансовая поддержка тоже будет рассматриваться.